Сежеин глядит в полуночь, и вожен Раме Божьи, обрящих дяща. Сегодня мы продолжим разговор о производственной практике студентов Миссионерского института, и не только для того, чтобы рассказать об этом в УЗИ, и о том, чему в УЗИНах учат, и кем в итоге становятся его выпускники. Хотя такой рассказ будет весьма полезен для тех, кто в этом году стоит перед выбором, куда пойти учиться. Ведь для православного человека, причем независимо от возраста, Миссионерский институт – самое подходящее место учебы. За очную или вечернюю форму могут выбрать люди постарше, а у молодежи с этого года есть возможность учиться на дневном отделении. И все они могут там получать высшее богословское образование и становиться миссионерами, катехизаторами, преподавателями закона Божьего в церковно-приходских школах или основ православной культуры и светской этики в школах светских. Ну и для тех, кто пока не решился на 4-х или 5-летнее обучение в этом институте, опыт его студентов может оказаться весьма полезным, поскольку все мы периодически становимся миссионерами, когда свидетельствуем о Христе своим неверующим или пока далеким от церкви ближним. И здесь важно не растеряться и донести это свидетельство так, чтобы ближние захотели нас услышать, захотели бы с нами сначала поговорить, потом прийти в храм, чтобы узнать о православии больше, а потом захотели бы и сами стать членами церкви Христовой. Примерно с таким настроем поначалу и отправлялись в деревню Верхотурского уезда уральские миссионеры. Но потом разобрались. Прежде чем вести с местными жителями такую работу, необходимо проводить в этих краях социальную евангелизацию. О том, что из этого выходит, наш сегодняшний рассказ. На прошлых уроках мы уже говорили о том, что внутренняя миссия церкви обращена к нашим соотечественникам, к тем, кто был крещен, но не просвещен православной вере и не имеет опыта участия в таинственной жизни церкви. Обращена она и к людям, которые по каким-то причинам оказались оторванными от отеческой веры. Именно к ним регулярно на протяжении нескольких лет приезжают студенты Миссионерского института. Но до выполнения собственной миссии им иногда приходится заниматься совсем иной работой. Изучать средства социальных вопросов, решения которых ждут хоть от кого-то деревенские жители. И потом по мере сил и возможностей помогать их решать, а заодно беседовать с людьми о вере. Если те хотят на подобные темы беседовать. Ведь в тех дальних краях люди живут трудно и бедно. В их домах нет икон, а в деревнях нет храмов. Зато у некоторых всегда находятся бутылка водки. Кому-то не на что купить хлеб и лекарства. Кому-то некуда положить новорожденного младенца. Не во что его запеленать. Но и это не все. В наше время, когда повсюду расшатаны многие нравственные основы жизни, а понятие о грехе вообще размыто, здесь, в глубинке, это ощущается особенно остро. Они не знают, что такое грех. Мы сейчас сделаем для себя такое открытие, а вообще-то и мы ведь раньше тоже не знали, что такое грех. И читали удивлять, а, так это тоже грех. И они не знают. И вот для этого, например, мы должны открыть им, хотя бы они, пусть в теории знают, такое семечко ляжет, потом они подумают когда-то, что такое грех, и рассказать о том, что мы, какие несчастья приносит грех. Они пока еще, особенно молодые, они не понимают, что грех — это горе, а они радость. И рассказать им об истинной радости. Получается? Получается. Получается. Но так ли это на самом деле? Об этом пусть зрители судят сами. После того, как услышат рассказы местных жителей о своих заботах, о помощи миссионеров. С нашей съемочной группой мы побывали у них в гостях во время одной из таких миссионерских поездок. И первая же семья, с которой мы повстречались, подтвердила слова Вероники. Многое у студентов уже получается. Хотя поначалу к их появлению люди отнеслись с недоверием. Мы сначала подумали, что какие-то сектанты приехали. Потому что сейчас всякое может быть, и кто его знает. А если даже что-то... Сейчас же быстро... Как бы сообразить не успеешь, и уже там... Все как бы... А потом нет, мы в церковь съездили. Как бы все нормально, как бы... И вот сейчас вот общаемся. Все нормально у нас. Темы для общения, конечно, бывают разные. Иногда можно поговорить о жизни, иногда о вере. О Боге разговариваем, как бы... Они предлагают эти темы? Мы покрестились даже. Они нам помогли покреститься. Потому что прежде чем нам надо было покреститься, нам надо было ехать в Меркушино на собеседование, как бы... Это надо все время. И как я вот... С маленькими-то вот как... У нас ни транспорта на то время не было, машины, как бы... Это вот сейчас вот у нас... А тогда вот надо было идти пешком. Ни времени, ни... Ну... Вот они нам помогли. Спасибо им большое. Мы когда вот покрестились, и вот мне вот легче стало. Сразу не знаю, ну, может, какое-то второе дыхание, или как ли... Вот как это называется, я не знаю, но мне легче стало на самом деле. До встречи с миссионерами у Оксаны не было точных представлений о православии. Не знала она, во что надо верить, в кого, что значит жить по вере. Хотя даже тогда женщина имела определенные нравственные принципы, которые помогали ей принять заповеди Божии и усвоить христианские ценности. И теперь она готова сама рассказывать своим землякам, кто есть Бог и каков Он есть. Добрый. Он всем помогает. Ну, он как бы... Он дает шанс исправиться, и... Как сказать вот... Ну, если сам человек не захочет, и Бог ему даст шанс, и он не исправится, то уж... Что на Бога-то обижаться, если у него, допустим, у самого желания нету исправиться? Исправляться есть чего? Ну, конечно. Есть у нас вот много людей выпивают. Есть такие, что и воруют. Как бы вот... Я вот... У меня вот уже два больших ребеночка, вот третий, и все вот думаю, не дай Бог их... Они не пойдут по той дорожке. Вот. Вот прошу Бога, чтобы вот Он их направил на путь истинный, чтобы они никуда, ничего, с дороги не свернули. Потому что если они свернут, и мне потом уже будет поздно им что-то либо там говорить и исправлять. А эта дорога куда? Богу. На путь истинный, чтобы не делали ничего плохого. Это нельзя. Оксана, мать-одиночка, воспитывает троих детей. Помогает ей в этом бабушка. Оксана работает, что само по себе показательно. Не все ее односельчане могут найти работу, а кто-то и не собирается ее искать. Но наша собеседница нашла. И хотя зарплата там совсем невелика, ее наличие вместе с пособием на детей и бабушкиной пенсии позволили молодой женщине пойти на очень непростой, но крайне необходимый в ее обстоятельствах шаг. Она купила в рассрочку автомобиль, сдала на права и теперь может возить детей в больницу, ездить по делам в районный центр, хотя от помощи миссионеров Оксана, конечно же, не отказывается. Мы ничего не отказываемся. Нам все пригодится. А то, что, допустим, мне что-то привезли, и мне это не надо, я у соседки спрошу, может, ей надо это. Если мне не надо, а ей это вот надо, я пойду с ней поделюсь. И мы отправились к той самой соседке Оксаны, Людмиле. Живет она за стеной, поскольку дом рассчитан на двух хозяев. И миссионеры к Людмиле также регулярно заглядывают. Привозят подарки, продуктовые наборы. Помогли крестить старшего сынишку Колю, которого вместе с другими деревенскими ребятишками возят на воскресную службу Меркушина. Сама хозяйка оказалась неразговорчивой. Кратко сказала о тех серьезных проблемах, с которыми она столкнулась после рождения дочери. У девочки врожденная патология, и им приходится часто ездить в областной центр, к врачам. Предстоит операция. Да разве обо всем расскажешь? Словом на камеру, Людмила об этом говорить не стала. И Коля поначалу также был неразговорчив, и на все вопросы отвечал односложно. Субтитры создавал DimaTorzok Может, Люда? Ага, ну вот, знаешь. А сестричку как зовут? Марины. Сестричку Марина. А папу? Не знаю. Правильно. Ну, мама и папа, что их узнать, правда? Расскажи, а ты в садик не ходишь, да? Нет. А чем ты занимаешься? Что ты днем делаешь? Ничего. Ничего не делаешь. Какая замечательная жизнь. Играю в машинки. А где машинки берешь? Под зеркалом новые лежат. Вот это жизнь. Слушай, Коля, а мама тоже ничего не делает? Она только варит. А ремонт кто делает? Тоже она. Ну вот. Однако, разговарившись, Коля рассказал нам, как он живет, чем занимается, как помогает маме и что ему это нравится. А вот книги читать мальчику не нравится. Даже сказки. Наш недоуменный вопрос «почему?» ответил просто. Книжек-то у него нет. Ни одной. Пришлось пообещать привезти ему в следующий раз подарок сказки. Как же ребенку расти без книжек? Коля согласился. Это не дело. И такое положение вещей надо исправлять. А мама во время нашего разговора почему-то тайком вытирала слезы. Забегая вперед, скажем, что на следующий день после воскресной литургии мы снова встретились с Колей. Он сидел в автобусе вместе с другими детьми в ожидании поездки на спектакль. И поначалу я его не узнала. Накануне он был совсем другим. «Почему тебя не узнать?» спросила я у Коли, и он совершенно серьезно пояснил мне, почему. Накануне вечером мама вымыл его в бане. И за этим ответом ребенка можно увидеть многое. И заботу мамы о том, чтобы сынишка поехала в храм чистый, нарядный. Несмотря на всю ее занятость, она сделала это. И искреннюю радость Коли от того, что он изменился к лучшему до неузнаваемости. И стал он таким, потому что иначе нельзя. За марашками и неряшками в церковь не ходят. Это любому понятно, даже четырехлетнему Коле. И сидя в автобусе после службы и сытного обеда, он продолжил разговор о том, чего ему так не хватает. О книжках. Одна книжка есть. Тебе мало этого? Ты бы хотел больше книжек? Да. И что бы, ты научился читать? А как? А еще бы что ты хотел, Коля? Больше ничего. Больше ничего. А вот такие праздники, ездить в церковь, хотел бы часто? Да. А от чего это зависит? Чтобы автобус был и люди были старшие, да? Чтобы тебя отвезли. Да. Вспомнили мы с Колей и его недавний подвиг, когда он помогал маме прибираться на печке. Мальчик накануне рассказывал нам об этом, как о чем-то очень важном. Но о важном почему бы не поговорить еще раз? Получилась вот такая беседа. Ну, расскажи мне, как ты маме-то помогал. Расскажи на камеру. Что ты делал? Я на печке прибирался. Там был беспорядок? А после тебя порядок? Да. Ну, а что именно ты там делал? С печки мусор кидал или как? А как это было? Все чисто. Я залазил на печку. И убрал там все. Ничего нет. Хорошо. Вот так вот и сердечко должно быть чистое, чтобы в нем никакого мусора не было. Чтобы душа была чистая. Чтобы в ней всяких мыслей нехороших не было. Поступки наши совесть не отягощали. Как печку чистим, так и душу надо чистить. Правда? Хорошо. А в церкви это возможно. Да. Не столько по нашему разговору, сколько по настроению Коли можно было видеть. Все события и вчерашнего, и сегодняшнего дня, приезд миссионеров, посещение богослужения, обед и теперь ожидание спектакля – все это мальчик воспринимал как праздник, самый настоящий праздник, который и ему, и остальным детям запомнится надолго. Но если дни, когда вы края приезжают миссионеры, дети воспринимают как праздничные, то многие взрослые такую радость разделить не в силах. Просто потому, что слишком много у них тягот, забот, и не только о себе, но и о своих ближних. В следующем доме, куда мы пришли со студентами, хозяйки семейства не оказалось. Нас принимала ее старшая дочь. Валентина радушно встречала долгожданных гостей и благодарила их за ту помощь, которую они оказывают и маме, и всей их семье. Крестили нас всех. За это я вообще благодарна. Покреститься давно хотели. Дочь у меня крестили, ей 4 месяца всего было. Это она уже? Да, это она уже у нас. Понятно. Большая такая. Она проснулась только. Понятно. Как зовут девочка? Мария. Пресвятой Богородицы называла, когда родила. В отсутствие мамы молодая женщина присматривала за ее приемными детьми, за своей маленькой дочкой и рассказала нам о той нелегкой доле, которая выпала и ей самой, и маме. Недавно Валя буквально сбежала от мужа в родительский дом. И это на 8-м месяце беременности. Жить с ним стало невыносимо. Из-за пьянок, побоев. А у мамы своя беда. 5 лет назад без вести пропал муж. Глава семейства, томовитый, непьющий, добрый человек. Именно по его настоянию семья оформила опеку над двумя маленькими мальчиками. Свои дети подросли, вот и решились помочь чужим. А теперь женщина осталась одна. Что и говорить. Одной поднимать детей тяжело даже в городе. А в деревне и подавно. Дом, огород, воспитание малышей, помощь старшим детям. Все это легло на ее плечи. Но тяжелее была другая ноша. Потеря близкого человека – это такое горе, которое любого и согнуть, и даже уронить может. И чтобы не упасть, всей семьей решили креститься. Я вот давно покреститься хотела. Наши папа хотела покрестить. Многие, конечно, говорят, зря вы покрестились. Я говорю, нет, Бог есть. Он хоть какой-то, но он есть. Пусть сейчас, говорю, если вы обращаетесь, как бы помощи нету. Но в дальнейшем он все равно у вас услышит. В церковь ходят люди, которым тяжело много. Вот даже вот так вот, сколько в Верхотуре я жила, многие люди стоят, помощи просят, вот помогала тоже. Даже жалко бывает. Я понимаю, что у них вера есть, и вообще не поэтому в угле церкви находятся, то, что они верят. А таким людям тоже задеваться некуда. У меня вот есть вера. Верю по-своему. Я говорю, и вот надежда по этому не пропадает, то, что папа как бы у нас живой, потому что в Бога я все равно верю. Он просто, когда не стало, а его как в воду все кануло, тяжело и сильно вами стало. Мы еще в школе учились, а тогда была опекуна. Он как бы и был настоятелем, чтобы двух взять детей, как бы Сашу и Дениса. Одного он вообще забрал. Больного всего вылечили его, выходили. Вот Дениска у нас, ему надо в йобурки ехать сейчас. Операцию ему сделали недавно, грыжу вырезали. А сейчас второе яичко ему надо искать в животе, где-то плавает, не знаем, вот навезти его туда. Саша у нас тоже его. Его вообще папа с тюрьмы забрал. Ездил в Нижний Тагилу, прямо с тюрьмы забрал без документов. Все восстанавливал здесь, ездил. Старался, чтобы у ребят все было, все для ребят, все дело никогда не отказывал. И в школу их возил, когда автобуса не было, на моего коллозии забирал. Вот. Так вот мы и остались одни без мусской гламаси. Во время этого рассказа мне отчего-то вспомнились переживания мальчика Вани из повести «Лето Господне» и то, как трудно было ребенку смириться с кончиной отца. Тот, кто читал эту книгу, наверняка помнит пронзительную сцену, когда Ваня не может понять, почему Бог его не слышит, почему он не откликается на его мольбы и не сохраняет жизнь любимому отцу. В отчаянии мальчик кричит своему верному другу Горкину. Все сирот жалеют, даже благочинный сказал, что на сирот каждое сердце умягчается. А почему Бог нас не пожалеет и чудо не сотворит? И в ответ на это мудрый Горкин предлагает мальчику помолиться. Но сначала они вместе плачут, а потом уже вместе молятся, и обоим становится легче. Все происходит по слову апостола, учившего радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Таков закон любви. Святитель Иоанн Златоуст пишет об этом так. Не чуждайся со страдания. Когда твой ближний терпит зло, ты должен несчастье его считать как бы своим. Разделяй с ним слезы, чтобы облегчить печаль его. Чтобы ни один ближний, но и сам ты получил пользу, когда плача с ним, ты учишься милосердию. Смотри же, говорит святитель, как необременительно заповедь Павлова. Не сказал он, избавь от беды. Тогда ты бы мог возразить, что во многих случаях это невозможно. Напротив, апостол предписал легчайшее, что совершенно в твоей воле, если не можешь отвратить несчастье, то проливай слезы и тем весьма уменьшишь его. Вот и Валя, видя, что приехавшие издалека чужие люди сочувствуют ей, понемногу успокоилась. Ну что, потихонечку. Наверное, именно в такие моменты разговор о верен и более уместен. Не надо специально подыскивать для него повода, не надо подбирать какие-то слова. Когда, как не в этот момент, можно и должно говорить о милосердии Божьем, о его промысли, о его любви, премудрости. И разговор этот нужен не ради миссионерской практики. Упаси Господи. Он необходим, как исполнение заповедей. Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов. А девушка, оплакивающая своего отца, в этот момент и сама желала слышать об Отце Небесном. Горюя о своем сиротстве, она соглашалась с тем, что все люди, потерявшие в своем сердце Бога, также сиротливы, одиноки, беспомощны. И если найти родного отца Валентине не удастся, то обрести Отца Небесного она может в любой момент. И он сам этого ждет. Он протягивает каждому из нас руку. Лишь бы мы в ответ тоже протянули свою и сделали бы ему шаг навстречу. И тогда земное одиночество перестанет быть таким острым. Мама, когда они приезжать стали, миссионеры, как бы вот, все время радостная была, говорит, хоть кто-то, говорит, о нас помнит, не забывает то, что и это, в деревне, говорит, живем маленько-маленько, а люди есть, говорит, на свете, что помощь какая-то есть. Она и разговаривает как-то, и, может, легче становится. Мне вот кажется, когда она поговорит, как будто ей легче становится после этого. Все равно как бы замечаешь же то, что мамы все время меняются после этого. Какой-то такой веселой становится. В следующем доме, который мы посетили вместе с миссионерами, деток оказалось четверо. И все они с нетерпением ожидали вечера, чтобы отправиться в Меркушинский храм на крещение. А пока их мама рассказывала о своей доброй знакомой из Екатеринбурга о том, как ребятишки готовились к этому событию, как учили молитвы. А еще во время этой встречи у многодетной мамы появилась возможность проконсультироваться у врача. Она приехала вместе с миссионерами, чтобы помочь и родителям, и детям, советам, подсказкой. Ведь через такое общение налаживать мосты между местными и приезжими становится гораздо легче. очень часто нам говорят, что наши поездки мало похожи на миссионерские, что это скорее благотворительные поездки. Вот. Но действительно, ведь нужно исходить из условий, из обстоятельств. Мы видим, что действительно, может быть, здесь меньше учительства, а больше благотворительности. Но такова специфика этого района. Вот Ольга пишет в своем отчете, что мы с собой врача взяли, и она всех там осмотрела, и выписала многим людям, вы не поверите, глистогонные препараты. И в следующий раз, пишет Ольга в своем отчете, она у нас староста, мы повезем им маникюрные ножнички, шампунь, мыло, и будем детишек этих учиться пользоваться всем этим. Но вот такова, как говорится, проза жизни. Можем ли мы этим пренебрегать? Нет. Не могут миссионеры пренебрегать нуждами местных жителей. И потому стараются откликаться на многие их просьбы. Но здесь очень важно соблюдать меру, хранить трезвость, чувствовать тонкую грань, отделяющую нужду от прихотей. А такая опасность реально существует. Конечно, люди радуются, когда о них кто-то заботится, когда им привозят не только подарки, но и оказывают вполне конкретную помощь. Ведь одним нужны лекарства, другим очки, третьим кроватка для младенца, а кому-то и инвалидная коляска. И все эти запросы миссионеры стараются удовлетворить. Но, во-первых, их собственные возможности не безграничны, а во-вторых, потребности некоторых сельчан оказываются чрезмерными. Иногда местные жители ведут себя, как малые дези, когда те своими бесконечными просьбами проверяют границы дозволенного. Только малыши просят у родителей очередную куклу, машинку или конфету, а здешние взрослые начинают просить у своих попечителей то козу дойную, то компьютер. А вдруг и такие просьбы смогут выполнять эти странные приезжие? Почему бы их не проверить? Так происходит, потому что люди пока не разобрались, что надо этим миссионерам, зачем они вообще все это делают. Но кто-то уже начинает понимать, что происходит, и почему, например, к ним в дом, где горести больше, чем радости, приезжает одна и та же студентка, всегда с полными сумками и желанием помочь. Ну как? Помогаешь, добрые дела делают. Может, ради Бога она это делает? Так, наверное, я тоже так же думаю. Я тоже так же подумала. А так бы зачем для самих? Время, выходные, и дни, правда? Конечно. А ради Бога надо, потому что Бог ради нас и пострадал, и нам помогает. Как мы не будем, да? Здесь. Я тоже так же думаю. Субтитры создавал DimaTorzok